РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА СЕАНС СВЯЗИ Какими должны быть священники будущего? Через 10-15 лет, скажем. Их сверстники, которые, возможно, к ним придут, это молодые люди, которые сейчас учатся в университетах, и среди них немало людей, которые ни разу в жизни не открывали Библию и плохо себе представляют, кто такой Христос, и почему его воскресение перевернуло всю историю человечества. В этом смысле священники будущего должны быть ко многому готовы. А вот как их к этому готовят? Недавно в Санкт-Петербургской Духовной Академии отмечали сразу два праздника – 295 лет со дня основания и 70 лет с момента возрождения ее деятельности. Поговорим о пастырях будущего с ректором этой Академии. На связи с нами архиепископ Петерговский Амвросий. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, позвольте вас поздравить с двойным праздником. Можно поговорить с вами о том, что такое вообще священник будущего? Кого вы готовите? И на какие моменты пытаетесь прежде всего обращать внимание в образование будущих священников? Конечно же, так же, как и Христос вчера, и сегодня, и той же вовеки, священник имеет прежде всего те же самые обязанности, ту же самую ответственность, которую он имел и раньше – быть светом и примером, и вести людей к Богу в меру тех способностей, которые ему даны. Но те, конечно же, вызовы, которые сегодня стоят перед обществом, и одновременно и перед Церковью, и те новые задачи, которые сегодня ставит сама жизнь перед Церковью, нас заставляет задуматься еще и о том, чтобы мы готовили не просто пастрюмеющих правильно и хорошо совершать богослужения, не просто, ну, по крайней мере, пытаться подготовить людей, которые бы не только словом, но и примером личной жизни воодушевляли людей к шествованию по евангельскому пути, но и могли бы отвечать на те вызовы, о которых уже прежде было сказано. То есть, конечно же, священник должен быть человеком интересным, который мог бы действительно быть очень разносторонне развитым в культурном плане, в культурном отношении. И тогда у людей, и особенно в среде современной молодежи, наверняка будет складываться достаточно симпатичное представление о Церкви, и наши выпускники, надеюсь, будущие священнослужители, наверное, смогут избежать тех ошибок, или, может быть, каких-то недоработок, которые мы подчас, к сожалению, что греха таить, имеем в современной жизни нашего общества и в отношении общества и представителей Церкви. Владыка, вы знаете, когда разговариваешь с людьми, которые себя с Церковью, ну, если соотносят, то только покасательные, может быть, заходят несколько раз, нередко возникает вопрос у них, а как же вот, когда хочется, например, со священником поговорить, а он, может быть, очень занят, или ему не до тебя, или, может быть, ты задаешь ему какие-то вопросы сокровенные, а понимаешь, что у него уже заранее готов на это ответ. То есть, может быть, молодой священник, он блестяще образован, но при этом, если у него заранее готов ответ на все вопросы, которые ему могут в храме задать, это, наверное, свидетельствует о том, что, может быть, он не до конца услышал человека. Ведь в таком разговоре, когда от сердца к сердцу выстраивается диалог, ответы, они не могут быть готовы, не может быть ответов стандартных, заранее заученных. Это ответы, которые рождаются в живом разговоре здесь и сейчас. В этом смысле, есть ли у вас какие-то, может быть, наработки, как будущих священников подготовить к тому, чтобы лучше слышать людей, уделять им больше внимания, и для чего церковь еще, если не для людей, в конце концов? Совершенно с вами согласен. Те вопросы, которые вы сейчас задаете, студенты мне постоянно задают на лекциях. И, наверное, это самый лучший ответ на тот вопрос, который вы задали, потому что они этим сегодня уже живут. Они сегодня уже сами обеспокоены теми недостатками, которые подчас мы сами наблюдаем в нашей церковной жизни. А для того, чтобы избежать ошибок прошлого, если мы говорим о наших будущих священнослужителях, то, наверное, тут важно то общение, которое происходит между нашими студентами и преподавателями неформальным образом. Так повелось со времен ректорства Святейшего Патриарха Кирилла, что в Духовной Академии возникла очень такая семейная атмосфера. И преподаватели, студенты общаются между собой не только на лекциях, не только слушают друг друга или транслируют соответствующую сумму знаний. Очень часто в жизни наши студенты имеют самое тесное общение с преподавателями. Да, конечно, в этой семье бывают и недоразумения, и какие-то конфликты, непонимания, но, тем не менее, это действительно самая настоящая семейная атмосфера. Наши студенты практику проходят очень часто на приходах. Не только в качестве пономарей, не только в качестве чтецов. Многие несут социальную нагрузку. У нас есть очень активно и существуют очень активно развивающиеся программы социальной деятельности. Наши студенты произносят проповеди самвонов петербургских храмов. И это действительно уникальный опыт, когда они обращаются не к своим одноклассникам, а к тем людям, которые намного старше, их намного опытнее и намного подчас образованнее. Но они слушают студента, будущего священнослужителя, который обращается к ним сам воно с неким поучением. И это, конечно, заставляет задуматься о серьезности, вообще своего предназначения, и очень часто достаточно серьезно, можно даже скорректировать свой подход к обучению в Духовной Академии. Конечно же, те предметы, которые введены в учебный план современных духовных учебных заведений, таких как и предагогика, психология, они тоже в будущем, наверное, помогут нашему студенту более грамотно и правильно подходить к прихожанам. Но самое главное – это милующее сердце. Это все-таки сердце, которое способно откликнуться на боль другого человека. И вот я повторюсь, в этом отношении очень много для нас значит социальная практика, когда наши студенты практически ежедневно по очереди ходят к больным людям, к престолелым, к больным детям, в места заключения, и сталкиваются с очень непростыми обстоятельствами жизни других людей и с очень тяжелыми судьбами. И тогда буквально с ног на голову все переворачивается в их понимании, и они, ну, надеюсь и хочу этому верить, что уже сейчас понимают, что их будущее служение – это не просто красивые слова, но это самое настоящее намерение быть человеком жертвенным. Спасибо. Архиепископ Петерговский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, был с нами на связи по телефону.